Так, ну что, давай тогда пробежимся по карте. У нас не было вчера... Да, только учитывайте, что я убедить сейчас не буду. Я буду так по памяти. Давай так, мы сейчас показываем Восток, мы показываем район Лимана, Белогоровка и продвижение Кременной. Вот этот участок. Смотрите, там эти сутки более-менее спокойно. Почему? Потому что наступательный порыв у украинской стороны КТ. Грубо говоря, мы взяли сейчас паузу для того, чтобы пополнить резервы. И дальше продолжится все так же красиво, как и было. В свою очередь противник сумел зацепиться там за кое-какие высоты, гребни, районы, рубежи. И тоже пребывает в оперативной паузе. Надеясь, быстро пополнится вооружением, боеприпасами, личным составом, что ему будет сделать гораздо основнее, чем нам. То есть, это все не надолго. Сегодня особо на военных новостях нет, но все это ненадолго, потому что в короткие сроки понятно, что праздник стартует снова, скажем так. Если смотреть российские военные чаты, паблики, то они утверждают, что дорога от Сватова на Кремен перерезана уже украинскими вооруженными силами. Я не знаю, так ли это и где перерезано. Я напоминаю, мы анализируем то, что говорят российские военные чаты, а не нашу информацию. Но говорят, перерезано и отдельные телеграм-каналы, там где умы собрались, они предрекают даже зачистку Сватова, то есть падение Сватова под ударами вооруженных сил Украины. Не знаю, будет ли падение, но они предрекают. Напоминаю, что всего два дня назад или трое суток назад, да, мы в субботу говорили о том, что, да, в понедельник, в субботу мы говорили о том, что, ну, там еще до выхода на Сватова некоторое время, да, не так все просто. Вот, пожалуйста, уже во всю разговоры с Сватовым. Чтобы было и понятно, потому что не было второй линии обороны за Лиманом, там быстрый скачок случился, как бы, да, уже вся история на подходах к Сватову, я так понимаю, уже это констатируют россияне, которые следят за конфликтом и пишут о нем. Ну, тоже неофициально, потому что официально они продолжают в седьмой раз сбивать вооруженные ВВС Украины, да, и там десятый раз уничтожать украинскую армию по кругу, за что подвергаются, кстати, критики своих собственных пропагандистов уже, которым, видимо, сменяли команду, и вот они начали рассказывать, что военные российские тупят, выдают одни и те же новости, и... Да-да, они с разных сторон, значит, проклинают Коношенкова, видимо, генерала Коношенкова. Что же вы так гады? Есть с чем сравнивать, кстати, заметили все. Нет, теперь Коношенков поймет, что такое быть Арестовичем. Вот так рассказываешь, рассказываешь, а я вместе уже благодарить, только проклинаю. Хорошо. Что касается Херсона, у нас две основные направления интересуются, потому что Бахмута, от Бахмута до Мареньки там примерно то же самое, награниченные попытки атакующих действий, огонь артиллерии, периодический огонь авиации, Запорожская то же самое, от Херсонской. Мы срезали верхушку всей правообережной группировки. Это уже не тайно, это признал президент, признал наш генеральный штаб. Она была такой вытянутой, вытянутая история вдоль берега Днепра, мы чик, срезали верх. Из больших достижений взят Давидов Брод. Давидов Брод, который стоил немалой крови, очень больших усилий, где российские войска закопались с бетоном, используя в том числе бетонные колокола, как долговременные огневые точки, то есть построили очень хороший оборон. Но, как и везде, как только первая линия протыкается, даже с некоторым трудом, дальше все, оборона нет. Сейчас они откатились на рубеж, условно говоря, Давидов Брод, Дучаны, вот так вот примерно, российские войска. Но там две большие новости. Они полностью отступили от Ингульца. А это была река, как никакой естественной преграды, на которой держать оборону гораздо легче. Аж по Давидов Броду, они откатились, больше они этим не владеют, мы имеем плацдарм. Та же история, кстати, и на Востоке. А скользкая история, она с водохранящим, с речкой. Мы сейчас там имеем плацдарм, это видно по карте было. Сомкнули его, и теперь у нас есть площадка для накопления и прыжка, что с военной точки зрения означает очень серьезный успех и очень большие неприятности для противника. Та же история с Ингульцем. Они там построили вторую линию обороны. Там, кстати, есть где поцепляться. Там ирригационные каналы, там некоторые такие особенности местности, позволяющиеся. Но это тоже все очень ненадолго, могу сказать, сразу. Дальше радости жизни, доступные им со всех сторон, продолжатся. Потому что мы понимаем, что если как бы, как это сказать, они покатились. Чем чревато сужение плацдарма? По нему начинают доставать с разных точек украинская артиллерия. Такая полевая уже. Не дальнобойная, химарс, не 155, которые выпьют там за 30 километров специальные снаряды. Ну и вот такая полевая артиллерия, 12-15 и так далее. По мере его сокращения, по мере его сокращения, войск там будет топтаться все больше, а артиллерия будет доставать разных видов артиллерии. Химарс тоже никуда не денется. 155-я тоже никуда не денется. Но добавится еще полевая артиллерия. То есть эффективность нашего артиллерийского огня по мере сокращения этого с дарма будет очень сильно увеличиваться. Оно уже увеличилось в значимости. Ну и выбирать и действовать войскам тоже проще. Когда ты имеешь фронт, 200 километров почти, как он был на правом береже, теперь он стал там условно 140. А будет еще, 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 еще сокращаться. То эта история, сколько они цепляются за отдельные промежуточные рубежи. История понятная. И понятно, чем заканчивающаяся. Короткие сроки. Поэтому сегодня злые языки утверждали, что российские, что коварные украинцы ломанулись там сразу по трем направлениям. Но Херсонич, покуда подтверждений нет, мы ждем. Я здесь предпочитаю дождаться официальных заявлений нашего Генстана. Возобновление наступления. Но вот если это правда, допустим, русские сказали правду, российские военные, и наблюдатели, то и обозреватели, эксперты, то, значит, на Херсоне даже не было оперативной паузы. Небольшой такой. Тактической я обыскал паузы неоперативной. И все продолжил искать, как и было. Ну, значит, завтра, после завтра должны быть хорошие новости. Но там стремительно обвал. Северный фаз группировки обвалился в течение суток, очень быстро. Причем несколько ключевых точек. Большая Александровка, она же былыка Александровска украинского. Давидов Броуд. Это точка, за которой месяц шла тяжелейшая борьба. Вот даже при попытке наступать, которая началась в начале сентября. А до этого там тоже немало крови попило. И нам, и им, и мы тогда. Ну, там, это уменьшение, менее чем за сутки поля. Это очень хороший новосток. Очень хороший. Так, ну, нас уже смотрят практически около 347 тысяч. Уже смотрят 88 тысяч. 89 тысяч нам поставили лайки. Спасибо, друзья. Ну, и, конечно, прошу всех размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это сильно поможет распространению нашего эфира, уж точно, который куда интереснее уже всеми побиваемого Канаша. Это то, чего мы добивались, но не для себя. Наши-то аудитории никуда идутся. Вот, надеюсь, те, кто смотрит из России, будут смотреть настоящие новости. А не это вот все, что и министерство обороны. Российская. Должен сказать, что есть ряд удачных накрытий. У нас еще дальнобойная артиллерия. И, в частности, накрыта была гостиница в Херсоне, где с комфортом и с тем самым с бассейном и сауной проживали ряд высокопоставленных российских военных и чинов ФСБ. Ну, вот минимум 10 трупов оттуда застали. Прямо из сауны? Да, это высокопоставленный офицер. Там, в чине полковника, в лесу, как бы, ну, такая по-себе радостно. Ну, и продолжаю задневые удары там за сутки их не меньше трех только по Херсон. В Антоновский мост вчера накрывали снова там и так далее. То есть, как бы, не скудеет земля украинская, убиенными российскими военными. Будет только прибавлять и прибавлять. Вот как-то так. Ну, что же, теперь перейдем к реализации. Они наносили удар, в частности, по Белой Церкви, били иранскими громами, в том числе с территории Беларуси, по некоторым данным, которые нуждаются в уточнении. Часть из них сбили по предварительной цене, которая попала в открытые источники, из 12-ти шесть сбили, шесть попало там в разные точки. Понятно, о результатах мы не говорим, как бы, да, но прилеты были, это известно, известно точкам. Вот, и продолжаются обстрелы, то же самое, например, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Николаевщина, Днепропетровщина. Продолжают пытаться бить, мы сбиваем, в общем, такая достаточно уже, к сожалению, типовая военная деятельность.